Всем привет! Сегодня я зачитаю письмо от подписчицы, отвечу. Я и вы также пишите ваши комментарии под видео, давайте советы. Если вам нравится такая рубрика, я с удовольствием благодарна и готова вам все это зачитывать. Вы присылаете ваши истории, я их зачитываю, даю рекомендации какие-то, так что ставьте лайк и подписывайтесь. Так что давайте приступим. Здравствуйте, Галина! Всегда думала, что я нахожу выходы из любой ситуации, но сейчас я просто разбита, потеряна и не могу найти причину. Буду благодарна вам советам или советами, если можно разбереть мою историю на канале. Вдруг кто-то сталкивался с такой ситуацией. Не турок, мусульманин. Живем в мусульманской стране. Мне 31 год, ему 38. Моя история такая. Это не первый мой такой роман с женатым мужчиной. Поясню почему, так как цели выйти замуж у меня не было и детей заводить тоже восклицательный прям знак. Я точно знала, что я хочу и в первых отношениях, и это получила. Он тоже был женат. И вот он пришел как гром с первой нашей встречи. Я не могу им надышаться. Нам не скучно, мы проводим время как лучшие друзья, все шутки совместные и так далее. Мы за год никогда не взяли в руки телефон, когда проводим время вместе. Мы всегда подмечали этот момент в ресторане, люди в телефонах и на свиданиях, а у нас нет. Итак, начнем с проблем, которых куча просто. Он скрыл, что женат, но сказал, что ищет только дружбу. Я ему сказала, мне друзья не нужны. Если ты хочешь продолжать в этом духе, то финансовая поддержка, и мы будем дружить. На этом и сошлись. Мы обговорили сумму в месяц и понеслись наши дни и ночи. Месяц пролетел как час, и в один прекрасный день я узнала, что он женат. Но я не знала, что из-за финансов не вырастет любовь. Поэтому как-то приняла этот факт и думала, ну и ладно. Главная моя цель, но через три месяца... Главная моя цель. Не знаю, тут как бы знаки препинания не очень поняла этот смысл этой фразы. Ну окей. Так, я здесь остановлюсь и сразу скажу. Вы максимально боитесь отношений. Вы ищите себе женатого, чтобы отношений по факту серьезных не было. Это все не случайно происходит. Вы ограждаете себя деньгами, говорили, не зная, что он женат. Вы тогда подумали, что он не женат, он же этого не говорил. Но вы отгородились, вы даже прям эту фразу написали. Я думала, что из денег любви не вырастает. Вы боитесь неотношений, вы боитесь любви. Слово «любовь» вообще для вас страшное. И вы заведомо ищите такие интересные эмоциональные невротические отношения, где есть преграда, проблема, боль, страдания. А потом сказать можно «ой, ну извините, любовь не получилась». Ну вот такие проблемные мужчины. Такой «ой, да он женат» и так далее. То есть кое-что причин каких-то находится. Поэтому вы сразу обговорили, вы начинаете встречаться, и говорите «мне отношения не женат». Вообще для чего тогда встречаться? Что, процесс какой-то? Вы говорите «а ну про деньги с ним обговариваете». То есть максимально мы от любви защищаемся. Окей. Но через три месяца я поняла, что хочу быть с ним, и что он тот, кого я всегда искала и описывала в дневнике желаний. Я визуализирую постоянно партнера в жизни, что я хочу. Таких отношений в моей жизни еще не было никогда. Мы знакомы год, и с первого дня до сегодняшнего момента он открывает, закрывает дверь в автомобиль, очень внимательно ухаживает. Я чувствую себя как принцесса, но моя жизнь проходит. И я понимаю, что с планы с женой, и жизнь у него там. А я просто друг по переписке. Лучший друг, возможно. Любимая женщина, так я чувствую по отношению к себе. Если любит, то ушел бы ко мне. Работает. Это поговорка с мусульманами, вопросительный знак, с турками. А не говорит ли это во мне, то есть мое желание. Достал бы меня тогда любой ценой. Почему я встречаю женатых? Почему я не могу строить отношения с холостыми мужчинами? Я сейчас это рассказала. Почему вы боитесь слова вообще «любовь»? Дальше еще продолжается. Расскажу, что меня беспокоит. Все же и как найти выход? Мы почти не спим, у нас редкий секс, но регулярные встречи. Каждый день звонки, смс, обмен фото, видео. Финансовых проблем у нас нет. И у него тоже он очень обеспечен. У меня есть своя, у меня есть все. Я живу в шикарном месте. Лучшие курорты, шоппинг, вроде все. Что тебе еще нужно? Но я понимаю, что он женат и так далее. Но я хочу тоже внимания, которого он мне не может дать. Вот и ответ. Это чисто невротизм. У нас была такая травма на эту тему, которая до сих пор отголоском живет сейчас. Вы страдаете. То есть слово «любовь» вы вообще боитесь. Слово «любовь» — это страдание. Слово «любовь» — это не получать чего-то. Когда человек какой-то, кто нанес вам травму, вы его любили, и он вам не давал внимания, любви, заботы, присутствия своего в вашей жизни. И у вас эта потребность после травмы, она осталась в абсолютно незакрытой. Вам этого не додали всего. И вы остались этим ждуном, если так можно выразиться, который все это вообще ждет. Но это было так больно и страшно, что вы настолько боитесь все это опять переживать и подвергнуться этому, что от любви вообще открещиваетесь, сразу женатых, проблемных находите, чтобы сердца любви не было, понимаете? Чтобы настоящей любви, безусловно, не было. И вот этот человек, вы сначала преградно выстроили, начали общаться, вы влюбились. Он своим поведением, какими-то качествами, опять же невротизмом этим, он запрещенный, это тоже интересно. Короче, вот этот мужчина в вашей жизни просто повторяет то, что было когда-то, проиграна травма была, и она сейчас просто повторяется. То есть он вас сейчас, ну, как бы повторно все равно травмирует, но по факту он вам интересен, потому что с ним вы испытываете такие же чувства, как когда-то, которые вам нанесли эту травму. Любовь-то тоже была хорошая, там тоже было, искреннее, настоящее было, поэтому он вам так в душу как бы запал. Он транслирует то же самое. То есть если бы такой травмы не было, не были бы невротиком, вы бы сейчас на женатого него или других до него внимания бы не обращали. У вас бы была самооценка на своем первом месте, которая у вас после той травмы растоптанная, или в каких-то аспектах нормальная может быть. Ну, в общем, это редко такое бывает. На дисбалансе не бывает самооценки, она обычно базовая, либо высокая, средняя там и так далее. Ну, в любом случае, короче, не сегментарная история, она редко бывает сегментарной. Точнее, человек хочет казаться, что у него сегментарная, но так не бывает, на самом деле. Если потянешь этот клубочек, все раскатается так, что там базовая низкая самооценка. Короче говоря, к чему я так долго этот ликбез веду? К тому, что если бы у вас была высокая самооценка или на среднем достойном, короче, устойчивая самооценка, не колеблющаяся, просто хорошая среднеустойчивая самооценка, вы бы на женатых или каких-то там проблемных и прочих, кто с кем надо мужчину делить, когда есть конкуренция и так далее, вы бы не обращали внимания. Вам бы самооценка, когда вы узнавали, вот с этим мужчиной как было, вы начали общаться, он через время говорит, а я женат, а у вас самооценка, что? Я на втором месте не буду? Алло, ну, условно, да? Ты либо когда вот сходишь, разведешься, тогда я тебя приму. До свидания, ты мне не интересен. Моя самооценка на первом месте, я не там товар, я не на, там, я не знаю, на вторых ролях никогда не была, не буду. Вот такое вот все в голове бы проигрывалось, это бы диктовало ваша самооценка. Вы бы себя любили, уважали, там, ценили. И у вас как вообще наоборот? Почему я говорю про низкую самооценку? Вы начинаете отношения и говорите, товарно-денежное отношение, я готова продаваться, давай мне деньги, помогай. Не в том, не так грубо, но я-то утрирую, не хочу вас обидеть, да? Ну, смысл, да, какой считается в этих фразах, что я понимаю, почему вы делали, вы ограждались от любви, чтобы не влюбиться. Вы сразу же, вы себе готовили плацдарм разочароваться в человеке, придумать какие-то вопросики, из денег к любви не рождается ваша фраза. В общем, не получилось оградиться от любви. Он слишком был похож на того, кто вам когда-то эту травму нанес. Читаю дальше. Доходило до невроза, меня трясло, истерики, бессонные ночи, зажор, набор килограмм. Может, и была депрессия, или она это и есть? Вопрос. Это и есть у вас невроз, невротизм. Это не про депрессию. Депрессия – это заболевание, это гораздо дольше, не в один момент, как вы это сейчас написали, период какой-то. Депрессия бы была у вас с преддепрессионным состоянием, либо там с тревожностью, либо вообще с угнетанием, и она бы была стабильная, вы бы в это состояние впали. Вообще депрессия – это когда ты не можешь встать в кровати, у тебя нет социальной критики, ты не хочешь чистить зубы, мыть волосы, ходить на работу, есть, пить и так далее. Или ты ешь и пьешь необдуманно, очень много. То есть у тебя клинит, короче говоря. То есть депрессия вообще клиническая, когда человек сам себя обрабатывать не хочет, не может, не видит в этом смысла, не видит в этом желания, и ему наплевать, что окружающие о нем в таком виде будут думать. Вот это настоящая депрессия. То, что вы рассказываете, это чистый невротизм, это перепады настроения, это из-за того, что вы сейчас в той острой стадии, почему это произошло? Вы на этого человека наложили всю боль и травму, и невроз, который был когда-то в прошлом, вот так хоп, накрылась. И вы сейчас тр-р-р, вас трясет, и все прочее происходит, нервы. Вы в том же состоянии, как когда-то в прошлом. Не из-за него, что я хочу объяснить, а потому что он очень был, знаете, как будто брат-близнец, как двойник, как зеркало подставили на ту ситуацию. Наложилось. Вас трясет из-за старого, а не из-за того, что сейчас из-за него происходит. Вот. Дальше. Меня интересует только он. Я не знаю, почему я не могу уйти. Может, боязнь, что я не встречу лучше. Мне с ним плохо, и без него плохо. Вот она, скажем так, кайма, по которой вы его, скажем так, выбрали. А чего вас трясет? Мне с ним плохо, без него тоже. Это чистый невротизм. Любовь и ненависть, любовь и боль, любовь и страдания. Вот любовь и страдания. Вот этого вы, по сути, боялись и всегда находили таких мужчин подальше, чтобы проблемные, чтобы вот к этому не прийти. И вот вас закоротила функция, формула. Вот она, сошлось формула ваша. Поэтому вас трясет, как электрический ток. Вот оно. Это невротизм. Что с этим вообще делать? Вот как понять, что вы невротик, вам надо к психологу. Если самостоятельно вы это сделать, не можете разобраться. Это будет очень трудно. Очень трудно. Чтобы вообще этот разокрутить клубок, сломать эту цепочку, которая вас током бьет и трясет, надо идти в прошлое, отпускать. Вот эта боль, травма, невроз, которая сформировала, она жива, прекрасно, видите, функционирует, портит вам жизнь. Это внутри вас всегда сидело и сидит. И сейчас вы это переживете, допустим, ситуацию, оно останется. То есть это надо возвращаться к прошлому, прощать, отпускать, принимать и пережить в терапии эти эмоции, которые тогда вас коротнули. И сейчас они неврозом стали. То есть вы, ваш мозг бежал побег от переживания эмоций тогда в прошлом, перешел в травму, в невроз. И вы бежите на самом деле от переживания боли, разочарования эмоций, отражения, ваши какие-то эмоции вы там называете, которые тогда в прошлом. Мозг защитился как-то и сбежал. Но, скажем так, аморфно все еще несет в себе эту память бессознательно, то, что он на бессознательный уровень. Поэтому, когда электроны сошлись, вас закоротило, вы себя плохо чувствуете, вас трясет, вот он невроз снова появляется. Это все из прошлого. Там закоротило в первый раз. Сейчас только последствия. Знаете, такие авторшоки идут. Это последствия того, что было тогда, той травмы. Дальше читаю. У меня какая-то навязчивая мысль о нем. Хочу его и все. В моем окружении обеспеченные мужчины. И он не первый мой обеспеченный мужчина. Он меня спрашивает, что ты хочешь, я сделаю. А что ты можешь, если ты женат? И так заканчивается наш разговор. Жена узнавала про нас, выгоняла из дома его. Но ко мне он не уходит. Жил в своей другой квартире. Детей у него нет. Проблема с двух сторон бесплодия. Развод исключено, так как по соглашению он мусульманин. И там семейный брак целыми поколениями. Это как чемодан. Нести тяжело и бросить жалко. Подскажите, как разобраться в себе, вернуть ту девушку, которая была, имея цели, а у нее унылое существо, которое потеряло интерес к себе и к жизни. Спасибо. Смотрите, я сейчас рассказала уже, как. Пожалуйста. Вы говорите, у меня есть деньги. Так обратитесь к психологу. Чего вы ерундой занимаетесь? Я вам хочу ответить, почему вы еще к психологу не пошли. Хотя вы уже почувствовали, что ситуацию потеряли из-под контроля. Сами решить не можете. Вот идут к психологу обычно, когда вот эта точка, дно достигнуто. Не могу ничего потерять, поменять и так далее. Вы этой точки достигли. Вы потеряли контроль. Вам надо обратно в это возвращаться. Самостоятельно, скорее всего, вы сейчас не можете. Вам либо какое-то подрешение супер нужно, либо что он сам единолично прервал с вами общение. То есть вот это катавасие страдания могут продолжаться вечно, пока он заинтересован. А он, к сожалению, заинтересован. И жена ему ничего против не скажет. Она уже пыталась, видите, у них уже этот границы период прошел, она ему позволила. Она уже закрыла глаза на то, что он делает, она уже приняла. И он ей тоже, может, где-то там не нужен. Короче, это всегда с ним позиция быть на втором месте, втором плане и так далее. Чтобы закрыть эту историю, вам нужно иметь хорошую, устойчивую самооценку. У вас ее вообще нет. Поэтому вы до этого докатились. Вы сами себе говорите, унылое, как это мы себя назвали, унылое существо. Это потому что она оценка убитая. И он вот этим появлением, вот эти эмоции, невроз сейчас еще вашу самооценку больше опустил. Поэтому вы сейчас вообще прям на дно легли, вы вообще себя собрать не можете. Вот вам нужно, что я как бы, да, если ко мне пришли на консультацию, что я сказала? Стратегия поведения. Мы однозначно в терапии откатываемся назад, изучаем эту историю, смотрим эмоции, как они сформировались. Почему вы тогда это не прожили, убежали от этого? Вместе проживаем эти эмоции. Параллельно этому я бы дала задание на укрепление самооценки на здесь и сейчас. С этим уже сейчас надо работать. Так бы я поработала, посмотрела установки семьи, ваше детство с родителями. Почему именно установки? Потому что подавлять эмоции, застрять в этом неврозе, когда формируется невротик, это про установки, про то, как в семье было принято переживать эмоции. То есть вы не просто так в один момент все это в себе забили и убежали от этого, не пережили. Вы к этому были готовы, вас этому уже где-то научили или говорили, что так надо, или вы видели пример ваших родителей. То есть это надо переломать каким-то образом, да, ну если так можно сказать, переломать, неправильно, да, переработать, посмотреть на это под другим углом, посмотреть ошибки родителей, стоит ли делать так, как они, а вообще верны ли их установки, которые вам вредят, создать новые установки для себя самостоятельно. Тут же параллельно работать над своей самооценкой, любить себя и принимать. Вы можете в это время общаться со своим партнером без проблем, но в проходе этой всей работы, когда у вас начнет подниматься самооценка, он вам автоматически станет менее интересен, меньше тянуть будет, я буду ему меньше отвечать, и он потихонечку уйдет на второй план из моей жизни, мне станет неинтересен. Даже если он потом придет готовый на блюде с разводом, вы скажете, ты извини, я столько всего проделала ради вот этого, ты меня столько мучила, я сама мучилась, давай я лучше найду уже теперь состояние, в каком я есть, того, кто меня будет любить, безусловно, безусловий сразу такой, какая есть, кто мне не предложит вторые роли, кто не будет рассматривать меня как любовницу, не будет тем самым занижать мою самооценку, кто будет меня искренне любить. Вот то, что ты мне предлагаешь, это не про любовь, кстати, от него, это не любовь. Это сегментарно, это про выгоду какую-то, это чувство эмоций, но не про безусловную любовь. Если бы это было так, он бы нашел любые способы, остался бы гол, как сокол, без всего, развелся бы и ушел. Если бы это была истинная любовь. У этого человека страхов больше, чем любви. Им руководят страхи. Человек слабый, он не контролирует свою жизнь, он отдал ее под контроль родителям семьи, которые ему диктуют. И так будет всю жизнь, пока он не захочет это изменить. Поймите это. Это не сильный, властный при деньгах мужик. Это слабый ребенок, застрявший в детстве, которым управляют его страхи, манипуляции родителей. Каким бы он ни казался всевластным, в душе он не такой. Это его настоящее лицо. Вот и все. Теперь подумайте, вам такое надо? Вот и все. Пишите ваши комментарии, что вы посоветуете девушке. Кто-то, может быть, в подобной ситуации попадал или выходил из них. Будет очень интересно почитать. Я в инфобоксе под видео оставляю свою почту. Вы можете писать мне заявки на индивидуальное консультирование со мной, поработать как с психологом. Я вам отвечу... В теме письма напишите консультацию. Я вам отвечу о стоимости и условиях встречи. Если вы хотите, отправляйте ваши анонимные истории на канал. Я могу вот такой давать ликбез, какую-то оценку к рекомендации в формате видео на канале. Спасибо всем за внимание. В инфобоксе также ссылка на телеграм-канал главных важных новостей от Турции. Обязательно подписывайтесь. Скоро увидимся. Всем пока. Продолжение следует...